Появляется все больше данных о том, какой серьезный удар по белорусской железной дороге, являющейся, во-первых, перевозчиком российско-оккупационных войск, то есть де-факто предателями Беларуси, а также кошельком незаконного правителя Лукашенко, нанесли киберпартизаны Беларуси. Итак, на сегодняшний день сервера там не работают от слова вообще. Сейчас я вам прочитаю, что произошло. Это пресс-релиз самих киберпартизан, чтобы вы знали. Итак, Белорусская железная дорога по команде террористов Лукашенко в эти дни пропускает оккупационные войска на нашу землю. Это прямая речь. В рамках кибератаки Пекла мы зашифровали основную часть серверов баз данных и рабочих станций Белорусской железной дороги с целью замедлить и нарушить работу дороги. Бэкапы уничтожены. Так, сейчас я вам в двух словах расскажу, кто не в курсе. Значит, смотрите. Речь идет о том, что вся работа железной дороги контролируется определенными компьютерами. Большие компьютеры называются серверы, кто не понимает. И вот эти серверы, они контролируют все, что там происходит. От экономической части и зарплаты дворника до международных отношений и расчетами с той же железной дорогой Литвы и еще кем-нибудь и так далее. То есть абсолютно все контролируется компьютерами. Любые вещи. Так вот, все данные на этих компьютерах, на серверах теперь зашифрованы. Расшифровать их, не имея ключей, ну, не, можно, конечно. В принципе, да, лет за 50, может, их расшифруют. Но, чтобы вы понимали, это сделать невозможно ни сегодня, ни завтра. Более того, восстановить их с бэкапов. То есть каждый сервер имеет запасные сервера. Где, если вот на этом основном сервере есть поломка, то ты берешь данные с другого сервера и, собственно говоря, ну, там, пускай ты теряешь данные за несколько часов или за несколько дней. Неважно, смотря, как часто ты там сохраняешь свои данные на своем сервере или на своем компьютере. Но ты получаешь с этого бэкапа, там, где... Это фактически склад данных твоих. Ты получаешь все, что у тебя было на компьютере, там, за день, за два. Вот и все. Эти данные тоже уничтожены. Соответственно, единственная возможность у белорусской железной дороги продолжить функционировать как организм, единый, живой, это расшифровать данные, которые зашифрованы киберпартизанами. Но это сделать невозможно. То есть с бэкапов подтянуть эти данные уже нельзя. Потому что бэкапов нет, они уничтожены. Таким образом, хочешь не хочешь, нужно будет либо заново писать весь софт и ставить другие сервера, я не знаю, сколько это времени займет, на белорусской железной дороге, ну, как это выйдет, я, честно говоря, что-то слабо понимаю. Либо получить от киберпартизан ключи шифрования к зашифрованной информации на основных серверах. Что требуют киберпартизаны? Первое. Освобождение 50 политических заключенных, наиболее нуждающихся в оказании медицинской помощи right now, то есть сейчас. Второе. Остановка группировки войск Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Что тут можно сделать, кроме поаплодировать блестящие работы белорусских киберпартизан, которые сделали, конечно, большое дело для всей страны. И когда вот читаешь такие новости, ты понимаешь, что с Беларусью еще не все кончено, что там есть нормальные люди, что там есть те, кто готов бороться за свою страну, то есть что там, что в Беларуси живет не только черкошкварочное население, но еще и граждане этой страны, которым эта страна дорога.